Для кого-то средство передвижения, для кого-то машина мечты. Артём уже давно засматривается на эту Audi. Приобретя этот автомобиль, я не задумываюсь о покупке внедорожника. Хотя многие хотят, я в том числе не отказался бы от внедорожника. Данный автомобиль оснащён подвеской, которая позволяет ездить комфортно как в городских условиях, так и по внедорожью. Цена такого не нового авто на украинском рынке – около 40 тысяч долларов. В Германии – 20 тысяч евро. До принятия нового закона таможенные платежи при ввозе такого автомобиля составили бы около 17 тысяч евро. Сегодня эта цифра упала почти вдвое. Я планирую, у меня есть люди, знакомые люди, с которыми я общался на данную тему. Собственно, они этим непосредственно и занимаются, перегоном автомобилей. Одни мне просто там 50 на 50. Одни говорят – да, давай, поехали. А другие говорят – не торопись, ещё будет, может, ещё чуть лучше. Юрист Харьковского автоклуба Денис Журавиль говорит – лучше вряд ли будет. Президент закон подписал. Кроме таможенной пошлины и НДС, имеете право уплатить по сниженной ставке, то есть в зависимости от объёма двигателя у нас акциз считается. Вы имеете право уплатить именно по сниженной ставке этот акциз и на себя этот автомобиль оформить. То есть не допускается ввоз и оформление на другое лицо. Новые акцизы не распространяются. На автомобиле старше 6 лет и новый хозяин не имеет права продавать машину в течение года. Поэтому в Харьковском автоклубе говорят – принятый закон выгоден только тем, кто хочет пересесть на авто посвежее. Но никак не с точки зрения заработка. Для автомобиля «Шкода Фабия», который за границей в хорошей комплектации 2012 года на автомате стоит 3000 евро, вот здесь он с учётом уплаты всех таможенных сборов получается 6000 долларов итоговая стоимость. То есть представляется, что это намного выгоднее, чем нынешние предложения на рынке, потому что такие машины на рынке сейчас предлагаются от 8-9 тысяч до 12 в зависимости от жадности продавца и состояния автомобиля. Но не во всех автокругах такие оптимистичные настроения. Многие разочарованы. Изначально звучит, что нам манна небесная, нам будет такое всеобщее счастье, и мы мгновенно со стареньких дедушкиных «Жигулей» пересядем на иномарки. Понять надо одно – автомобиль среднего класса, которых большинство в транспортном потоке, как известно, он не так быстро теряет в цене, как нам этого бы хотелось. Да, премиум-сегмент значительно теряет. За пять лет автомобиль может потерять до 70% своей стоимости. Средний класс теряет 10-15%. Как плюс автоэксперты называют еще один момент. Автомобиль, вероятнее всего, будет в очень хорошем состоянии. С учетом того, что он ездил по европейским дорогам и обслуживали его в европейском салоне. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.